Сержик, спасибо. Спасибо тебе огромное. Поздравление с днём рождения Таисия Алания принимает на любимой работе в Государственном музее Абхазии. Пожелания звучат как от коллег, так и от бывших воспитанников Сухумского дома юношества, которые пришли поздравить именинницу. Как отметила Таисия Алания, ранним утром первые слова поздравления прозвучали от домочадцев. Позже, уже в СДЮ, детская группа по краеведению подготовила ей сюрприз. Каждый из них старался что-то сказать, что-то приятное подойти. Ну и все они дружно хором, все ребята дошколята, заготовили мне подарки прямо там на месте и подарили вот такие роскошные картины. Весенние, весёлые, с днём рождения, с 8 марта, вот детки. Детки, которым 5, ещё нет 6 лет даже. Работе в Сухумском доме юношества Таисия Алания посвятила более 20 лет жизни. Краеведческий кружок под её руководством известен многим молодым людям в Сухуме. В послевоенное время СДЮ был оазисом для молодёжи, где всегда можно было найти занятия по душе. Сегодня, как и 20 лет назад, Таисия Алания рассказывает молодому поколению об Абхазии, её природе, о защите окружающей среды и экологических проблемах. Конечно, мы говорим о природе. Но помимо детишек я работаю и со взрослыми ребятами, веду занятия по экологии, тренинги по экологии. Вот сейчас у нас большой такой проект. Мы работаем в 18 школах по всей Абхазии, по всей территории. Учим их, как они сами должны проводить занятия. Ну и чтобы они понимали те процессы, которые происходят вокруг нас в природе. Тем более, что вызовов сегодня очень много. И, наверное, вопросы экологии сегодня уже выходят на первое место. Чтобы не только рассказывать молодёжи об окружающей среде, но и привить любовь и бережное отношение к ней, Таисия Алания много лет возглавляет детский экологическо-туристический лагерь, который ежегодно летом проходит в Резинском реликтовом национальном парке. Всё остальное время краевед посвящает работе в Государственном музее страны. Свою деятельность в главном хранилище Абхазии она начала в 1972 году младшим научным сотрудником отдела естественной истории. Таисия Алания отмечает, что поначалу проводила до шести экскурсий в день. Мы была младшим научным сотрудником, старшим и теперь заведующая отдела. Уже много лет, но помимо того, что мы делаем, оформляем эту экспозицию, это стационарная постоянная экспозиция, которую мы периодически обновляем. Появляются какие-то новые данные, и мы обновляем эту экспозицию. Но помимо этого мы занимаемся ещё и выставочной деятельностью. То есть мы проводим выставки, изучаем какой-то материал, какую-то тему и делаем большие выставки. Об отделе природы Таисия Алания знает всё. Здесь переплелись тайны древней истории нашей страны, её флоры и фауны. В трёх залах просто и интересно рассказано о Чёрном море, геологических процессах, о том, как формировались наши горы и о многом другом. Я уже настолько прикипела к этой работе, настолько прикипела к этому музею, к самому, что мне даже жалко как-то всё это бросать, уходить куда-то в другое место. Поэтому я и там, и тут, и пытаюсь. Но занимаюсь я, в принципе, одним и тем же делом. И на той работе и здесь, в музее. Музей мне дорог. Мне дорог, мне жаль и как бы расставаться с людьми. И вообще с этой работой, с этими экспонатами я много знаю о том, кто здесь работал, как добывались эти экспонаты, очень много. Вот даже в добыче этих останков пещерного медведя я тоже принимала участие. Мы ездили в экспедицию на Псху, это был далёкий 1973-1972 год. Мы забирались в глубокую пещеру на Псху, пещеру медвежью, и собирали эти кости. Точно так же очень много экспонатов, которые здесь выставлены, были собраны нашими руками, моими в том числе, и руками очень многих людей, которых я, и памятью которых дорожу, и дружу с которыми. Так что, конечно, музей мне дорог. Почти 50 лет бок о бок стоит Сиаланью, и работает её подруга Любовь Авицба, которая также как именинница свою деятельность начинала как младший научный сотрудник отдела природы. Сегодня Любовь Авицба главный хранитель госмузея. Дайси Георгиевна надёжный человек, потому что я больше всего ценю в людях. Если она сказала «сделаю», то можно быть в этом уверенной на все сто с лишним процентов. Ну и знаний, багаж огромный. И вот все мероприятия, которые приходят в музеи, проходят на ура. Именно их отдел, отдел природы. Всегда с выдумкой, всегда интересно. Прекрасный человек, с большим опытом знаний. Учила всему, что возможно. Я попала именно в отдел природы, и мы с ней долгое время работаем вместе. По сегодняшний день. Я желаю ей огромного здоровья, счастья, удачи во всём. Чтобы всё сопутствовало рядом с ней, мы коллектив очень рады, что с нами вот такой удивительный, прекрасный человек. Празднование дня рождения, как отметила именинница, продолжится на работе. Вечер Таисия Алания встретит за праздничным ужином в кругу семьи. Анастасия Никонова, Сракуа Гухава, Абазатове.